Трое погибли, двое в реанимации. В Рыбинском районе Красноярского края сегодня ночью произошла смертельная авария. ДТП спровоцировал лось, он внезапно выбежал на дорогу. Водитель ваза попытался вернуться, но все же задел животное, после чего от удара автомобиль выбросил на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. В итоге из пяти человек, находящихся в машине, двое доставлены в реанимацию, трое погибли. Водитель, 34-летняя женщина и ее трехлетний ребенок. В автомобиле не было детского кресла и специального ремня безопасности. Малыш ехал на руках у матери. По нашей информации, все люди в легковушке были членами одной семьи. Они возвращались от родственников из Иркутска домой в Волгоград. Водитель грузовика отделался легкими травмами. В этом году резко увеличилось количество аварий, которые спровоцировали дикие животные. До этого дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных происходили на территории Емельяновского района, на территории Березовского района. И вот сегодня произошло на территории Рыбинского района. В тех дорожно-транспортных происшествиях был причинен материальный ущерб непосредственно транспортным лицам, а также водители и пассажиры получали травмы, но не тяжелые. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии края считают, что частые встречи людей с дикими животными на дорогах связаны с тем, что популяция копытных в крае резко выросла. За последние три года поголовье лосей увеличилось с 65 тысяч до 76. Ну, если такая тенденция сохранится, то сами эти встречи могут быть достаточно частыми. Они причем по направлениям могут быть и на западном, и на восточном, и на северном. То есть у нас со всех сторон города Красноярск окружают лесные массивы, ну а такие животные, как лоси, они могут появляться и не в лесных массивах, так привязаны больше к воде, там, где есть речки, болота. В ближайшее время на месте аварии установят знак «Внимание! Дикие животные». Также для того, чтобы обеспечить безопасность движения, по ночам на федеральные трасты привлекут большее количество сотрудников ДПС.